Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала «Арсен». Мы начинаем очередную передачу под кодовым, хорошо уже известным вам названием «Бабар». И в нашей сегодняшней передаче участвует гуру эстонского транзита, один из его основоположников, Владимир Волохонский, который отдал экономике Эстонии транзиту, транспорту и логистике Эстонии, наверное, почти что полвека. Во-первых, в отношении гуру. Я всегда довольно скептически к этим названиям отношусь, потому что, ну и где-то я уже говорил, что гуру – это вообще уже человек, который все знает. И даже это уже не человек. Это, значит, какое-то лицо, которое все знает и всех учит. Мне в своей жизни все-таки до сих пор приходится учиться и новому, и строимому терминалу, и вся вот жизнь в порту, которая была, это все-таки постоянная учеба. Это первое замечание. Поэтому я так довольно скептически к этим названиям отношусь, никак себя не обожествляю с таким человеком, которому вообще ничего не надо учиться. Основные грузы, к этому нам коснуться, как производители идут из России, то получатели – это вообще фактически весь мир, потому что мы на Европу работаем, примерно полмиллиона тонн, значит, 500 тысяч тонн. Мы работаем на Юго-Восточную Азию, мы работаем на Латинскую Америку, Соединенные Штаты, Канаду. И вот здесь тогда как раз возникает дальше, если чисто профессионально, то, о чем мы говорим, о самом понятии транзита. Что это такое и что это за груз? Российский транзит тут часто звучит в газетах, в фресах, и вокруг этого нагнетается какая-то обстановка. Это эстонский транзит. И вот, может быть, с этим надо иногда, почему я решился наконец-то выступить в очередной раз, правда, но не так часто я стараюсь быть публичен, но тут уже как-то скопление происходит каких-то обстоятельств, и пояснить всем, кто здесь живет и занимается, от простых людей до, в общем-то, до самых наших верхов, что это за понимание такое, что такое транзит вообще. Ну и с чем его идёт, хотя бы начальное, так сказать, понимание. Я вот даже не помню за последние годы, что кто-либо бы из наших экономистов или бизнесменов, или даже, вот скажем, премьер и президент, привлёк бы такое внимание прессы за какой-то очень короткий отрезок времени. Вот за одну неделю ты, во-первых, выступил на известной конференции, которая называется «Полёт летучего змея», которая проводилась в восьмой раз, и один из вопросов, который был посвящён как раз в том числе и транзиту, и логистике отношениями эстонии с Россией, ты дал очень большое интервью деловым ведомостям на целый разворот, которое потом было переведено не только на эстонский язык, но и на английский язык, появилось и в российских СМИ, и в западных СМИ. То есть это интервью, оно, наверное, попало в самое яблочко, попало в десятку. Значит, ты в этом интервью и вот в своём выступлении конференции ты затронул такие актуальные темы, которые привлекли внимание не только специалистов, не только широкой публике, средств массовой информации как в Эстонии, так и за рубежом. Вот основное интервью у тебя называлось «Время упущенных возможностей». В чём проявляются эти упущенные возможности со стороны нашего правительства, со стороны наших экономистов, бизнесменов, ну и общества в целом? Ну, здесь надо понимать, об этом много говорится вообще, значит, что период кризиса, говорим, мирового кризиса, но это не означает, что все идут вниз, вообще все, значит, рухнули и всё. На этом фоне обязательно, значит, это происходит как вулкан, вулканические образования, появляются новые острова, новые какие-то возможности, и вот кто-то идёт вниз, а кто-то идёт вверх на этом деле. На этом деле, и учитывая, так сказать, возможности Эстонии, я имел в виду, в первую очередь, географические возможности, социальные, которые здесь могли бы быть вообще здесь. То есть мы на этом кризисе, мы, я имею в виду Эстонию, со всеми её жителями, не разделяя по национальности, значит, мы могли бы быть в очень большом выигрыше, потому что относительно небольшая страна, занимающая такое удобное положение, ещё раз повторяю, как географическое, так и социальное. С точки зрения социального, я имею в виду, что Эстония могла бы быть, об этом говорил не только я, но даже, так сказать, Марко Михельцем, которого нельзя отнести к большим, так сказать, любителям, значит, предположим, российских реалий, которые там происходят, но он говорил о том, что Эстония могла бы быть, как Женева, как Люцерна, Берн, со свидетельствами каких-то социальных институтов, которые бы объединяли западные и восточные, значит, общественные какие-то организации и вырабатывали совместные концепции, потому что, казалось бы, кому, как ни нам, мы знаем Россию хорошо, мы жили все в Советском Союзе, знаем ментальность, язык и так далее, и так далее, и мы работаем, входим и в Евросоюз уже, и то есть кому бы, как ни нам, становиться вот этим двигателем, этими экспертами. Но вот, к сожалению, это упущено было, так же, как и упущено само понятие транзита. И сделано это все, в общем-то, в угоду политических каких-то вот сиюминутных амбициях. Мы много раз об этом говорили, что выражение Черчилля есть, что есть государственные деятели и есть политики. Государственные деятели, те, которые думают о государстве, а политики – это те, кто думает о предстоящих выборах. Вот у нас в Эстонии, я об этом говорю, не первый раз уже, что у нас государственных деятелей нет, все политики. Вот приближаются выборы, и тут начинается вся эта вакханаль, а поскольку выборов в Эстонии много, мы все время живем вот от выборов до выборов в этой понимании, то мы упустили вот этот момент, когда мы могли бы подняться, использовать, как я уже сказал, социальные наши возможности, программы, ну и, конечно, понимание транзита. Вот эти бесконечные призывы, крики, российский транзит, там он нам не нужен, ограничить, что-то такое вообще ликвидируют. Но это же безграмотность вообще на самом деле. Но это может быть, знаете, прокричать на митинге на каком-то там своих сторонниках и сорвать аплодисменты. А с точки зрения государственной политики в целом, в Эстонии же небогато ресурсами, имеется в виду полезными ископаемыми, у нас нет больших заводов по производству, там, машиностроения, или, значит, каких-то там оборудований, значит, металлургических предприятий и так далее. Мы должны использовать то, что нам дал Бог, географию, вот этот так называемый караванный путь, гандейский союз, мы должны это использовать максимально. А мы взяли и все это, значит, погубили. Ну вот те, кто читал когда-то, может быть, мои объяснения по этому поводу, я вот приводил сравнение с караванным путем, если это позволено будет сейчас сказать, то гандейский путь, это был путь тоже с запада на восток, в первую голову, кстати говоря, значит, и с востока на запад, это вот из Европы шли через гандейские города, которые и Таллинг ходил, и Новгород ходил, и шли туда дальше на восток. Так вот, караванный путь, это те точки в этом, в оазисе, в этом пути, вокруг которого используют максимальные возможности. То есть, кто приходил первый на караванный путь? Это купцы, которые везли товар. В нашем понимании это, так сказать, те, кто занимается транзитом. Купцам необходимы были какие-то строения, значит, склады, значит, дома, где бы они отдыхали. Приходили строители, которые начинали это строить. Появлялись ростовщики, то есть нынешние банкиры, скажем, да. Вот, и после этого, когда вот начинался какой-то выстроен вот этот пункт в оазисе, то появлялись, естественно, музыканты, значит, актеры, театры, художники, красивые женщины, в конце концов, которые являются олицетворением возможностей этого общества. И город расцветал, и все после этого получали деньги. Как кто-то, значит, пытался перекрыть этот поток, этот караванный путь перекрыть, то первыми кто уходил? Уходили купцы, то есть нынешние бизнесмены. То, что происходит сегодня с экономикой Эстонии, то, что мы, сколько мы не говорим, а у нас в одной газете у нас рост немыслимое, а во второй газете у нас пишется на следующий день, что большой бизнес уходит отсюда. То есть первыми уходят бизнесмены, вторыми уходят отсюда, значит, уходят строители, уходят банки отсюда, потому что, значит, возможности очень большие в другом месте. Но, естественно, когда уже меньше денег, то начинаются проблемы с культурой, с людьми, ну, естественно, с красивыми женщинами. Это такая вот аллегория, вот построение. Вот то, что мы, а мы еще, вдобавок ко всему, сидим на море. То есть нам не надо ничего тут создавать, оно у нас здесь было. И когда говорят, что транзит нам не нужен, это просто от неграмотности вообще. Потому что это то, на чем мы вообще, тот сук, на котором мы сидим. И вот мы в течение нескольких лет, последних, очень так активно рубили сук, на котором мы сидим, оправдываясь бог знает чем. А я бы хотел подчеркнуть еще одну вещь, с которой не все попадает в печать. Вот посмотрите, если взять с 91-го года, я даже беру только, то рост экономики Эстонии, значит, он параллельно, если взять, прочертить эту линию и прочертить линию увеличения объема транзита, они идут очень параллельно вверх. Как только мы, значит, стали подобным образом, у нас получились проблемы с транзитом, у нас экономика повернулась вся вниз, потому что это рабочие места, это, значит, большой бизнес. У нас транзитом же занимаются, как я сказал уже, и строители, надо же построить эти терминалы, их надо обслуживать. А для того, чтобы их обслуживать, любой, нужно прачечную, нужно стирать, значит, скажем, спецодежду, значит, нужно построить прачечные. Надо их обслуживать прачечные, значит, строителям, значит, опять есть работа, есть работа тем, кто будет стирать, эту спецодежду надо доставлять. Эти организации надо охранять, а для того, чтобы их охранять, надо иметь опять специализированные фирмы. То есть одно место на границе транзита дает примерно, вы писали об этом, 10-12 мест в глубине в стране, да, понимаете? И тогда бы у нас вот такой безработицы бы не было. Мы теряем очень большие деньги на том, что у нас нет транзита. И сегодня, когда мы говорим о том, что у нас не хватает денег, это не внезапно, это все прогнозировалось, и весь мир пытается в этот момент кризиса найти какие-то возможности другие. И у нас нет денег, и при этом, говорят, у нас маленький внешний долг. А кому это, с этого счастья, это вообще нормальным экономистам, если возможно, что это за такой показатель? У нас маленькая внешняя задолженность. Ну и что? Все страны живут, значит, нескольких по-другому. Вот поэтому, если так, ну я хотел сказать кратко, если это вот звучит кратко, то, значит, вот время упущенных возможностей у нас произошло. Беда вся заключается, на мой взгляд, еще в другом. Мы говорили об этом тоже очень давно, что один прекрасный момент, значит, политическая обстановка и, значит, контакты с нашими соседями, всеми, значит, они изменятся. Но нам не удастся восстановить вот этот караван и этот путь, потому что он уже засыпан. И наши партнеры на западе и на востоке, подчеркиваю это еще раз, значит, они уже будут идти по другому пути. Что происходит, если вы в речку бросаете какой-то ручеек, бросаете камень? Вода обтекает его со всех сторон. Вот то же самое и с нами произошло. Бросили камень, значит, она в Финляндию уходит, в Латвию, в Литву. Не будет останавливаться транзит. Это первый момент. Второй момент, который я еще раз подчеркнул, несмотря на то, что я в газете писал, все время говорится о российском транзите. Да нет такого понятия, профессионального я уже посмешу сказать. То есть о российском транзите надо говорить в России. Вот по территории России проходит какой-то транзит, и грузовладелец решает, он пойдет в Эстонию, Финляндию, Украину, Туркмению, Азербайджан и так далее. А у нас, значит, в Германии это немецкий транзит, на территории Германии проходит. А у нас это эстонский транзит. Вот я приводил этот пример, что как назвать то, что американцы через наши порты и дороги работают грузы через Эстонию, Россию и в Афганистан. Это чей транзит? Я с удивлением даже вот вчера разговаривал с одним корреспондентом, который освещал конференцию. Ну, милая дама, значит, она так и не поняла ничего, сказала, что это, ну, наверное, американский. Да нет, не американский, это эстонский. Вот надо, чтобы, надо понять, в конце концов, что не мы выбираем, а выбирают нас. Если мы предоставим лучший сервис, лучшие тарифы, технологические, еще какие-то возможности, то нас выберут. Значит, когда политики говорят о том, что транзит нам не нужен, значит, они говорят о том, что эстонский транзит нам не нужен. Правильно? Да. Они говорят, что эстонский транзит нам не нужен. А это колоссальная отрасль экономики, которая, если, опять говорить, идет вглубь, так тут и сюда и банки, и железная дорога, и складские помещения, и, значит, детские сады, кстати говоря, потому что, чтобы человек работал в этой сфере или в любой другой, значит, надо, чтобы дети его были в детском саду, значит, а иначе, получается, ну, в каком-то там интервью было, хорошо же безработица, потому что родители могут сидеть здесь, больше проводить времени с детьми. Я не помню, кто-то из наших там, Риги как бы это сказал, но это же вообще уже. Понимаете, это могут себе позволить, я не знаю. Ну, наши средства массовой информации, если не считая последних двух месяцев, они постоянно хвалили нашу экономику, все наши достижения, то, что мы стали членом ВТО, то, что мы стали членом Евросоюза, членом Организации по экономическому сотрудничеству и развитию, то, что мы стали страном, входящим в Шенген, и, наконец, то, что у нас с 1 января прошлого года введено Евро. Говорили о том, что во всех европейских структурах нас постоянно хвалят, нас гладят по головке. Критические нотки и критические статьи в наших СМИ появились только после выступления премьера в парламенте, когда он выступил по поводу акта, когда депутаты стали его спрашивать, что такое акт, с чем его едят, что, может быть, надо сначала разобраться, прежде чем подписывать это несчастное акто. И вот тогда как-то вдруг наступил какой-то перелом, и средства массовой информации, те, которые всегда очень добродушно и положительно относились к нашей внутренней политике, они стали более критично относиться к сегодняшним реальным. И стали критиковать, по праву критиковать, то, что у нас на самом деле, помимо достижений, вот о которых мы перечислили, есть и очень много недостатков, и в том числе и в области транзита. Как ты в целом оцениваешь ситуацию нашей экономики, несмотря на то, что мы стали членом всех этих элитарных клубов? На самом деле ли мы настолько прочно стоим на своих ногах, что можем помогать Греции, отдавая львиную долю нашего бюджета, и то, что в Европе мы можем грудь вперед всем говорить, что мы вот такие с усами самые крутые и самые продвинутые, и добились действительно таких астрономических успехов и высот. — Знаете, с первого года я бы хотел сказать, что то, что мы участвуем вообще в этих общественных организациях, и то, что мы в Шенген ходим, в НАТО, во все эти организации, то это вообще-то позитивный момент, абсолютно позитивный. Другой момент, что многие вещи нам даны авансом, авансом, что мы подтянемся к этому, ведь такие официальные наши цифры говорят, если мне не изменяет память, 18,8% нашего бюджета – это за счет помощи Евросоюза. Это пятая часть. Это очень много, на самом деле. Но она и нам, Евросоюз, вот за эти годы, оказал очень большую поддержку на строительство дорог, на развитие различных проектов, с тем, чтобы к окончанию вот этого действия Европомощи мы создали какие-то структуры, какие-то проекты, которые могли бы сами по себе работать и приносить большую прибыль и успех сообществу. Таких, к сожалению, таких вот, деньги выделены большие, ну, дороги улучшается, все это заметно. Сделано, конечно, много, но на самом деле еще больше получается не сделанного. То есть мы занимаемся самоуспокоением, 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 что вот, ну, все хорошо. Понимаете, мне всегда не нравилось то, что когда вот один из аргументов говорит, а вы знаете, в Литве и в Латвии еще хуже, в Зимбабве, посмотрите все. Мне кажется, что это не аргумент. Я когда даже нашим партнерам, не касаемся политики, когда я критикую там или ведем переговоры с одним из наших партнеров, они говорят, а вот там еще хуже, что такая компания работает. Я говорю, там так не должно быть. Нас интересует, чтобы у нас было лучше, а не чтобы у них было хуже. Потому что это является аргументом, это является девелителем. И то, что происходит в нашей печати, я об этом говорил на конференциях. Значит, тоже. К сожалению, к сожалению, значит, в Эстонии во всех сферах не хватает специалистов. И, кстати говоря, Йохан Порт с этим согласился на конференции тоже. У нас не хватает специалистов, не хватает профессионалов. А с другой стороны, у нас, значит, ну, совершенно невообразимое количество так называемых эксперт. Вот газету откроешь, эксперт такой-то, эксперт такой-то, эксперт в области этого, эксперт в области этого, эксперт в области этого. И откуда они берутся? Я даже их назвал там самозванцами. Потому что, вот я приводил пример, Марью Лаурестин подписывается, она профессор Тарховского университета. Понятно, что она много сделала, и кто она такая, она этим гордится. А кто такой эксперт? Вот, который, вот эксперт, никогда не слышал его фамилии. Ну, может быть, я так сказать, не всех должен знать. Но никогда я его не слышал в нашей области, чтобы он работал. Никогда не видел и не слышал. Но он уже эксперт. Он не просто, значит, инженер или там какой-то поэт, высказывается на тему, поэт высказывается на тему о транзите. Как у нас по Нордстриму, у нас же высказывались все, кому не лень. Значит, кроме специалистов. Специалистов никто не слушал. Вот у нас мало специалистов, и очень много экспертов. И вот это, в этом, кстати говоря, и вина наших средств, массовую информацию. Все воспринимаются, как эксперты. Ты, значит, ничего в жизни не сделал. Помнишь, ведь такая вещь существует, вот в кино. кино снимают, значит, как бы профессионалы, гении и так далее, такие великие художники. А тем, кому не удается снимать кино, они идут к кинокритике. Вот у нас же то же самое. Я когда-то писал это тоже о футболе, что в футболе разбираются все, кроме, значит, двух человек. Вот все трибуны, там 30 тысяч на трибуне. Вот эти игроки, которые, значит, на поле, там 22 человека. Значит, кроме двух человек. Это судьи, потому что изначально, значит, все кричат, кто он такой, указанный в ориентацию, да, еще и игра не началась. И тренер, потому что, как он может создать такую команду, которая там проигрывается. Остальные все знают правила. На самом деле, это все не так. И вот это вот беда, что у нас такое количество экспертов, которые, значит, ну, просто заполонили все. Если я правильно понимаю, Володя, эксперта может называть себя только тот человек, который съел пуд соли в какой-то определенной области, скажем, там, в области транзита, в области транспорта, логистики, экономики, или, как Марий Владисин это назвал, как она, профессор философии, социологии. То есть, человек, который действительно посвятил себя какому-то одному большому конкретному делу, занимался этим десятки лет, может быть, всю свою жизнь посвятил этому, тогда он может называться по праву экспертом. Конечно, потому что, понимаете, мне нравится поэзия, театр, но я же не эксперт. Я любитель, я хожу на это все дело. Эксперт, кто-то что-то сделал, а также нельзя. Какой же эксперт? Ты же не сделал в жизни ничего вообще. И уже судишь об этом. Знаете, много лет назад была передача КВН, мне очень запомнилась одна там такая фраза, когда спросили, значит, какое чувство испытывает, охватывает, что такое радость труда, там был задан вопрос одной из команд КВН, она отвечает, что радость труда это чувство, которое охватывает поэта при виде строящейся плотины. Ну вот у нас, но почему мы так вот сделали с Норд-Трином? А ведь это, на самом деле, вот сейчас ситуация такая, что у нас несовершенство законодательства с точки зрения защиты инвестиций и с точки зрения с местными самоуправлениями. Ну то же самое сделали с Норд-Трином. Если бы мы дали возможность изучить хотя бы наше дно, дно, которое относится к территориальным водам Эстонии, и потом бы сказали, что знаете, вот это опасно, это нехорошо, это нехорошо, было бы понятно мне. То есть вопрос изучен. А когда мы подались на какие-то эмоции каких-то экспертов, мы говорим, нет, нам вообще это не нужно. Ну, сыграли на руку финнам, датчанам и так далее, и так далее. А теперь мы по-тихому это как бы замолкаем. Очень многие вещи делаются даже плохо не потому, что, что сделано, а как сделано. То есть должна быть нормальная экспертная оценка, потому что в противном случае любой хороший проект, а мы вот этим занимаемся периодически, что-то мы там строим, подвигаем, и не только здесь, значит, в Эстонии. Любой нормальный проект должен быть обоснован хорошо, подготовлен. это должно быть действительно экспертное мнение, а не, значит, парафраз на тему, там, значит, какую-то. Потому что в таком случае можно, даже недостатки проекта, которые могут вылить, они выливаются в дискуссии, и можно что-то говорить, когда ты имеешь дело с мнением специалиста. А можно хороший проект какой-нибудь и поручить вот экспертам, значит, это, обосновать его, вот как сейчас произошло с Рейл Балтики. Да, ли Бог знает, кому это обосновать, но это же совершенно ненормально. Можно погубить любой проект этим самым, когда берется ответ, и под него подгоняется результат. Я полностью согласен, что вот с Нордстримом нас, конечно, точнее наших политиков, наши скандинавские коллеги развели как дилетантов, как экспертов, поскольку сначала они в средствах массовой информации раздули большую бучу о том, что насколько это опасно, а когда было принято решение, что Нордстрим уже ушел в сторону скандинавских стран и стал приносить им уже дивиденды, тогда средства массовой информации этих стран они уже забыли об опасности Нордстрима и наоборот стали поддерживать этот проект, а мы остались без своего куска очень большого, очень вкусного и очень прибыльного пирога. Вы знаете, вот я такой вот может быть я сейчас не вовремя но скажу, но вот ситуация норвежский вот этот терроризм прелик, да, вот давайте закроем тут портовские терминалы, потому что он там нашел сделал с помощью каких-то химикатов там значит это взрывное устройство и взорвал в центре значит Осло взорвал офис погибло там 8 человек на острове давайте закроем потому что у нас сотни тонн тысячи тонн хранятся различных грузов которые могут взорваться но вообще дилетантство чистой воды спекуляция потому что во-первых почему Бреев взорвал потому что был детонатор и он взял полтовая килограмма и даем его взорвать для того чтобы взорвать кучу которая говорю это профессиональная которая несколько тысяч тонн это невозможно просто так потому что этого не бывает нужно взрывателями то есть должно быть прямое попадание то есть должен быть целенаправленный авиаудар но это вообще совершенно другая ситуация а с точки зрения опасности вот таких актов ну тогда надо закрыть цветочные магазины потому что мы сейчас выйдете зайдите в любой цветочный магазин и купите килограмм селитра или другого вещества вообще взорвать там можно в принципе захотеть все что угодно закроем цветочный магазин то есть нельзя все доводить до абсурда понимаете потому что это да это вы но опять мнение экспертов кто такой какой эксперт разговариваешь вроде нормальный человек но публично должен высказать такую глупость сегодня в нашей студии в передаче Бабах был гость Владимир Волохонский один из основоположников нашего родного эстонского транзита «Музыка» 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 «Музыка»